О том, что значит жить, как на пороховой бочке, теперь знают родители учащихся школы номер 41. Недавно рядом с учебным заведением началось строительство автозаправки. Как владельцу станции удалось получить разрешение на это родителям непонятно. Существует федеральный закон 123 от 22 июля 2008 года, который называется технический регламент о требованиях пожарной безопасности. В соответствии с пунктом 5 статьи 71, расстояние между резервуарами для хранения топлива до территории школы должно составлять не менее 50 метров. Мы вчера специально измерили расстояние и расстояние от забора школы до забора АЗС 6 метров. Ну тут, я не знаю, может еще метра 3-4 там до подземных резервуаров, то есть, ну в общей сложности 10 метров. Это нарушение прямое идет. Еще один неясный момент, что за люди дали владельцу АЗС свое согласие на строительство. Жители частного сектора, располагающегося через дорогу от станции, утверждают, что никогда не подписались бы под этим. Я являюсь местным жителем. Живу буквально в 150 метрах от этого произведения, что хотят здесь сделать. И хозяева, во-первых, врут, что они обходили наши жилые дома и получили разрешение от всех жителей со всей улицы. Это врут они капитально. Никто никуда не ходил, вообще нас никто ни о чем не спрашивал. Мы были даже против вот той стоянки, которая здесь уже давно. Помимо деревянных домов, по соседству с пожароопасным объектом располагаются профилакторий и два детских садика. В нашем садике в 67-м две группы с туберкулезной интоксикацией детей. Наши группы эти существуют благодаря тому, что мы в лесопарковой зоне находимся, что детям нужен свежий чистый воздух. Вот. И сейчас в такой ситуации мы оказались, просто страшно нам за наших детей. Страшно, что будут дышать и бензиновыми парами, и все. А мы всегда гордились, что мы в лесопарковой зоне. Всегда. У нас воздух, у нас участки все там. Считайте, что в лесу. Мы дышим чистым воздухом. А сейчас чем мы будем дышать? У родителей и учеников другие опасения. Здесь будет два выезда. То есть дети, возвращаясь из школы, должны будут пересечь два выезда АЗС. А наши дети, они все равно, знаете, бегают, прыгают, они не всегда смотрят на дорогу. Здесь еще опасность в том, что забор школьный непосредственно выходит на дорогу. То есть человек должен сначала выглянуть из забора, а потом перейти дорогу. То есть это очень сложно даже взрослому, наверное. Любая чрезвычайная ситуация, тот же пожар, может напрямую отразиться и пострадать от этого напрямую могут наши дети. Ну и, конечно же, это здоровье наших детей. Потому что в любом случае на любой АЗС всегда пахнет бензином. То есть здесь наши дети, находясь в школе, находясь в детском саду, будут целый день дышать бензином. И опять же, да, надо забывать, что дети есть дети, мальчишки здесь бегают, играют. Ни для кого не секрет, что курят, да, и курить они ходят. Вот сюда за сарайчик, именно как раз, вот сюда за сарайчик, именно как раз, где находится вот этот объект. На весь микрорайон, где располагается школа, нет ни одной детской площадки. Зато три автозаправки. И вместо того, чтобы построить спортивный объект для детей, администрация одобряет здесь строительство еще одной АЗС. По моему мнению, и я думаю, что это не только мое мнение, а всеобщее наше мнение родительское, что это не что иное, как настоящий террористический акт, который проводится с разрешением, даже я бы сказала, с подачи администрации нашего города, так как именно они выдали разрешение на строительство подобного взрывоопасного объекта непосредственно у забора школы, в которой находятся более тысячи детей. Сдаваться родители учеников не собираются, пока не обойдут все инстанции. По их мнению, дети имеют право на безопасность и не должны получать знания неподалеку от бомбы замедленного действия.